Всем привет, уважаемые друзья! Вы на канале Ашот Ньюс 2. Сегодня я вам расскажу сенсационную историю. Эта новость шокирует все клетки вашего мозга. Конечно же вы об этом нигде не узнаете, об этом не написано в книгах, нет про это сообщений в архивах Российской Федерации, про это нет упоминаний историков. Но это все фигня. Потому что об этой истории знают армяне, а если об этом знают армяне, значит это что? Правильно, значит это факт. Итак, перейдем к фантастической истории пленения Петра I во время Азовского похода. Сначала я вам процитирую эту историю, а потом вы услышите ее в оригинале, с уст представителя наидревнейшего народа на планете. Итак, по рассказам армян, во время Азовского похода Петр I терпит поражение от турков-османов и попадает в плен к туркам вместе с графом Меньшиковым. Через некоторое время Петра I привозят на рынок рабов. Среди богатых рабовладельцев оказался армянский Паша, который узнал Петра I. Не обдумывая, армянский Паша решает купить Петра как раба. Петр спрашивает армянского Пашу. Узнал ли ты меня? На что армянский рабовладелец отвечает, что узнал, и что он является царем России. Тогда Петр I говорит армянину. Я согласен быть твоим рабом, но с одним условием. Купи и графа Меньшикова. Армянский Паша соглашается и покупает царя Петра I и графа Меньшикова. Когда они приезжают в поместье армянского богача, он говорит ему, что отпустит Петра на свободу и поможет восстановить свою власть в России, но не забудет ли об этом деле Петр I. На что Петр I отвечает, что документально об этом не упомянет, но никогда не забудет армян. Спустя некоторое время Петр I возвращается в Россию и издает всем известный указ, о котором говорил президент Путин. Армян как можно приласкать, дабы дать им охоту переселяться в Россию. Вы, конечно, думаете, это шутка. Тогда предлагаю вам послушать оригинальную версию этой фантастической истории. А мы-то думаем, почему армяне считают, что Россия им должна. Оказывается, вот оно что. Армяне восстановили российский престол и спасли императора России. Учитывая влияние армян на российскую политическую жизнь, могу сказать одно, свинья может и считает себя жирнее, но и шаг выносливее и хитрее, чем кажется. Подожди, я не понял. Еще раз, значит, ты говоришь, короче, в Турции этот армянский офенди сидел, да? Ну нет, я имею в виду, там богатых людей, они называли офенди. Ну, армянин был. Там были солдаты. Нет, вот, который купил этого. Да, ладно. И Петра первого принесли как слугу Турцию, и этот офенди купил его. Да, не слугу, раба. Раба. Попал в плен Азов, когда брал. Ага, ага. Но это в истории России не пишено. Ага. В бомбе-мурарах этого Мешикова написано. Ага. Значит, в общем, этот офенди купил его, это да? Да, он признал его царя, ага. Ага. И купил, чтобы шантажироваться потом. Ага. Ага. Потом сказал, «Алла, ты царь?» Говорит, «Алла, откуда ты узнал?» Говорит, «Я узнал». Ага. 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 Я тебя сейчас помню моими путями в Россию, ты станешь на свой трон. Ты будешь меня помнить мое добро? Ага. 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 Он говорит документально нет. Ага. Ну, тогда… То я не могу написать, что я попал в плен. Конечно, конечно. Это не буду. Но я такой народ и твое дело, что ты сейчас. Поэтому он сказал армян как можно приласкать, убить, жаловать, что хочет, но давать, налог не будет платить. Это из-за этого было, да? Поэтому Петр Привович пропал, да, одно время? Да, правильно. Ватикане почему армян, вот евреи, почему сделали так, что вроде они первые люди. Не ватикане, в Иерусалим. Иерусалим, да, почему? А в Иерусалиме треть часть старого Иерусалима это армянский квартал. Гроба Господень это армянский церковь, ключ у армянских, а эти пидорасы говорят на горе Арарат, но еще никого не было, а Айвазовский это Айвазян. Карусель, карусель, начинает рассказ, это сказки, песни и веселье. Карусель, карусель, это радость для нас, прокачешь на нашей карусели. Карусель. 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 Продолжение следует...